Владимир Лаврентьев, водитель с 30-летним стажем. С высоты прожитых лет и опыта имеет право ответить на вопрос о пьяных водителях за рулем со всей резкостью. Это просто убийцы. Мое личное мнение, ну, первый раз наказывать. А при повторе, я считаю, надо лишать на вечно права. Уже с начала года по вине пьяных водителей произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 3 человека и 27 получили ранения. Авось пронесет. Как правило, такая мысль руководит горе водителем, который садится за баранку авто в нетрезвом виде. Мало кто из них задумывается, что такая поездка может стать последней. Оказывает влияние все-таки на моторные функции, замедляется реакция водителя. Так же, как идет раздвоение внимания, когда человек ведет, управляет автомобилем и одновременно разговаривает по телефону. Идет раздвоение внимания и результаты эти дорожные случаются. Поэтому также и алкоголь, он снижает реакцию. Поэтому, естественно, мы выезжаем, чтобы предотвращать все эти аварийные ситуации. Мотоциклисты – еще одна категория водителей, среди которых очень высок риск дорожно-транспортного травматизма. За текущий год на территории области зарегистрировано 30 ДТП с участием мотоциклистов. Два происшествия совершены в состоянии алкогольного опьянения. Однако контроль за любителями водить под шофе актуален как для мотоциклистов, так и для водителей автомобилей. Что касается города Бреста, то в эти дни сотрудниками госавтоинспекции с использованием автомобилей гражданского назначения приборов фото-видеофиксации будут проводиться рядовые мероприятия под названием «Фильтр», где, естественно, будут проверяться по возможности все водители транспортных сеток. Также совместно с сотрудниками госавтоинспекции будут осуществлять и дежурства врачи-наркологи с использованием передвижного наркологического фонда, что позволяет в первую очередь это мобильно, то есть быстро определить, в каком состоянии находится водитель. Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – весьма злободневная тема. Сегодня за вождение в пьяном виде грозит штраф от 15 до 35 базовых величин. За повторное нарушение – лишение прав управления автомобилем на три года. Кроме того, в Беларуси планируется ввести конфискацию автомобилей за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это информация для размышления тем, кто не собирается завязывать с градусами за рулем.